Выходила, песню заводила, про степного сияла орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Под песней военных лет начинается финал квест-игры Куйбышев 41-45. В этом году ее, как и прежде, посвятили событиям военных лет и параду памяти. За лидерство в 12-й школе города сразились сразу 9 команд из каждого района города. Участие в финальном кризе принял и ученик 110-й школы Артем Сергеев. К игре его команда готовилась основательно. Сначала ребята показали свои знания в первом этапе, ответив на вопросы викторины онлайн. Затем одержали победу во втором. И вот они в финале. Я считаю, это время нельзя забывать, потому что эта война затронула, мне кажется, буквально каждую семью. У каждого дедушки, бабушки, все поучаствовали в этой войне. И это оставило отпечаток на каждом человеке. Мы думаем, что все ребята будут довольны, потому что много музыки, много интерактива. Вообще очень интересно, тематически мы все заряжены. На чем выехал на парад 7 ноября маршал Ворошилов, как прозвали фашисты советский самолет Ил-2, и когда впервые прошел парад памяти в Самаре. Финальный квиз провели в три раунда, в каждом из которых ребятам нужно было набрать максимальное количество баллов. Куйбышев оценивала игроков компетентное жюри, в которое вошли представители департамента образования и власти города. В этом году квест-игра прошла в Самаре уже в третий раз. Несколько лет назад из-за пандемии ее проводили в онлайн-формате. Сейчас очно. Куйбышев был одним из городов, который проводил парад. Парад, с которого наши бойцы отправлялись на фронт. Мы должны помнить это, мы должны гордиться тем, что даже в тот год, в 41-м году, этот парад был организован и проведен. По итогам финального квест-игры Куйбышев 41-45 первое место было отдано безоговорочному лидеру квиза Самарской школе номер 6. Второе место досталось ученикам 110-й школы города и третье забрала 161-я школу столицы региона. Победителям вручили дипломы и памятные сувениры, фотографии парада 1941 года, упакованные в специальную бумагу, залитую сургучом. Кроме того, в день проведения игры ребята смогли принять участие в мастер-классах, вырезать белых журавлей, написать письмо и отправить его участникам СВО, которые сейчас защищают нашу страну на передовой. Ольга Павлова, Константин Головин, События.